А если 27 лет и до сих пор девственник, вау, прикольно, но при этом нет страха общения с девушками, вроде нормальными себя чувствуешь, просто как-то не сфартило, а к шлю за деньги что-то стрёмно обращаться. Ну, братан, у тебя, видимо, какие-то проблемы сексуального характера, потому что если ты до 27 никому своего Антошку не пристроил, у меня для тебя плохие новости, либо ты не развивался физиологически, и у тебя твой Антошка подзасох немножко, и, возможно, у тебя уже проблемы с гормональным фоном, либо ты, братишка, регулярно зажимаешь в кулачок. А если ты регулярно зажимаешь в кулачок, то у тебя уже в мозгу изменения пошли, то есть, какая изменение в мозгу у драчунов происходит? Тот, кто не переходит от сексуального удовлетворения с барышнями, вернее, с сексуального удовлетворения самого себя ручками на сексуальное удовлетворение барышни, у того случается псих-проблема, то есть, он понимает, что ему надо реализовать свой половой инстинкт, вот, но с барышнями, как ты говоришь, не сфартило, да, и надо куда-то в кулачок присунуть, да, и ты такой, о, все, это самое проще. То есть, самое проще передернул и спать, как говорится, и в люлю. И со временем у тебя закрепляется неправильный стереотип. Больше тебе скажу, чем больше ты ручками себя трогаешь, тем меньше вероятность того, что в твоей жизни появится женщина. А если эта женщина появится, то тебе ждет еще и непонимание, что же с этой самой бабой делать. Тем более, если тебе попадется женщина твоего возраста, которая уже знает, что такое оргазм, вот, а ты не знаешь, как его достичь с этой барышней. Ну, для себя-то ты знаешь, может, ты уже после трех секунд достигнешь его. А ей, вот, потому что мне тоже никто поначалу не учил удовлетворять женщину, мне казалось, что да, это вообще не ваше. И многие мужики так считают, что бабе кончать, а зачем? Не надо. Поэтому это у тебя уже психологическое. На твоем месте я бы не шлюк за деньги нанимал, а какого-нибудь учителя секса женского пола. А лучше несколько. Вот, чтобы они тебя грамотно раскрыли, мне в свое время тоже повезло. В моей жизни попалась одна очень грамотная девушка, за что ей огромное спасибо. Она мне открыла, хотя я не был, скажем так, девственником, я первый раз там лет в 14-15, по-моему, жухнулся, по-моему, в 14. Но как-то это тоже у меня пошло, да. Обещать не значит жениться, а жухаться не значит уметь заниматься сексом. Вот. И мне казалось, что я типа профи, мол. Ну, по факту мужики любят переоценивать себя. Я был, несмотря на количество... Видимо, смазливость срабатывала. Многие девочки со мной хотели зажечь, но... Я был безопасный в постели. Это, кстати, проблема многих красивых мальчиков. То есть они такие, я красив... И баб, кстати, красивых. Они такие говорят, я красивый, люби меня, я ни хрена при этом делать не буду. Ох, была у меня когда-то страшная девственница. Что она вытворяла? Что она вытворяла? Потому что думала, что последний раз, наверное. Вот. И появилась в моей жизни женщина, которая мне показала, что существует и другой секс. И что очень важно обращать внимание на женщину. Вот. Но об этом я узнал, говорится, уже ближе к тридцаточке. Поэтому, на мой взгляд, тебе надо... Есть профессии такие, не шлюхи, называются, а гейши. Это немножко другое. Вот. Это немножко другое. То есть люди, которые прививают сексуальное воспитание. Профессия-то, конечно, нелегальная, наверное. То есть, скорее, в кадастровом реестре ты их не встретишь. Но такие женщины, я по себе знаю, существуют. И они могут за твою финансовую благодарность открыть тебе мир секса. Более-менее безопасно научить этому всему. Как бы сопроводить, не насмеяться. А для мужика это очень важно. Чтобы над тобой не хохотали после... Типа, и все, что ли? Ха-ха-ха. Вот. Ну и многие, кстати, и женщины, и мужчины получают травмы во время первого секса. И я не говорю про физические, а именно моральные. Поэтому, братан, у тебя проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. К шлюхам нет, но... Либо тебе очень найти грамотную барышню, которая тебе... Которой ты понравишься и которая тебя проводит в мир секса нормально, безопасно. Вот. Либо все-таки гейши. Что-то типа такого. Там тристы гейши, там они разные. У них тусовки, кстати, есть. Я тоже не знал до поры до времени. Оказывается, такие. У них там происходят шпили-вили, что... Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Горячие штучки. Найти бы еще такую гейшу. На самом деле, это может быть либо по объявлениям, но мне вот повезло. Она, видимо, меня углядела. Знаешь, говорю, моя смазливая мордаха всегда притягивала людей. Там главное начать. Не обязательно ты попадешь сразу на нормальную. Скорее всего, может быть, ты как раз попадешь на какой-нибудь... Проще искать среди индивидуалок, я тебе сразу хочу сказать. То есть, есть такая профессия, как инди. Да, они себя называют инди. Ну, индивидуалка. Вот. И грамотная индивидуалка, я помню объявление даже, я видел. Поможет скрасить досуг. С одной стороны, ее можно назвать шлю, но она там вот как раз слингамом массаж делала. Хорошая девочка. Я, правда, у нее не был, но я уже давно привык людей считывать. Она не такая, что нафуфыренная, там сиськи нарощенные. Видно, что человек любит искусство само. Есть такие. То есть, у них все натуральное. Она не очень красивая. Ну, такая средненькая, да. То есть, не прям как вот эти там подведенные губки, там вот эти ресницы наклеенные. Нет. Но по ней видно, что чел профессионал. Ну, вот не знаю, как-то меня опыт уже научил, что я... Ну, женщин я видел. Кто из них какая. В постели. Вот. И вот такие девушки, они, причем, кстати, не очень дорого, я тебе так хочу сказать. Можно записаться на какой-нибудь массажик эротический. То есть, не обязательно там сразу ее шпилить во все дырочки. Что-то типа такого, братан. Но это проблема. Я просто... Там уже остальное-то нюансы уже. Как, где, что, почем. Это уже отдельная тема. А вот именно, что у тебя проблема, что в 27 лет ты до сих пор в кулачок зажимаешь. Вот это уже тревожный звоночек. Это уже тревожный звоночек. Потому что психологически из этого придется выходить. А выходить как? Ну, соответственно, с помощью профессионала. То есть, сначала нырнуть в мир секса. Понять, как доставить себе удовольствие. Как доставить женщине удовольствие. Вот. Ну, а потом уже с нормальными знаниями, так сказать. Может, тебя затянет эта тема. И ты еще там лет на пять потеряешься. И будешь ходить по всяким массажисткам. Что тоже, кстати, я не считаю нормальным. Да какие женщины у нас гейши красивые. От 45 ждут этих парней от 27. Ну, если ты такой умный, зачем ты меня тогда спрашиваешь? Я-то вижу, что у тебя проблемы, братан. Я тебе просто хотел помочь. А я смотрю, ты тот еще похабник. Поэтому, видимо, это кармически. Начинаешь объяснять, а ты... Ты не ответов ищешь. Видимо. Так что рекомендую тебя дальше зажимать в кулачок. По крайней мере, это гарантирует того, что таких больше не будет. Природа, видишь ли, беспокоится о своем потомстве. Сейчас притянул в свою жизнь простого парня. Не знаю, надо ли с ним строить будущее. Никак не получается притянуть такого же, как я. Ой, женская логика. Аида, ты такую сейчас хрень написала. Как вот этот вот, тоже Y. Сейчас притянуло в свою жизнь простого парня. Ну, не знаю, стоит с ним строить будущее. Никак не получается притянуть такого же, как я. То есть, ну, типа, я притянула на безрыбье и рак рыба. Ну, чтобы, типа, что-то было бы. Не знаю, стоит с ним будущее. Понимаешь, когда у тебя возникает твой человек, у тебя даже вопросов не остается, а строить ли с ним будущее. Ты такой, блин, ну вот оно, наконец-то. И все, и строишь. А то, что ты пишешь, это хрень какая-то. И набирают на гейш. Наташ, там возраст ограничен. Я как раз работу ищу. Помню, мне парень как-то вконтакте прям так и писал. Я ищу наставницу в кексе. Ну вот, парень красавчик, респект ему. Хотя бы не начал вокруг да около там. А ты уже могла сказать. Так, ну, ничего симпатичный. Может с ним жухнуться. И все. Зато было бы вам понятно. У меня-то, кстати, еще одна такая была. Но у нее терпения не хватило. Она там под гейш укосила, конечно. Но я такой тот, еще тертый калач был такой. Вредный еще тертый. Вредный калач. Я не знаю, что со мной вообще люди раньше связывались. Потому что противный я вообще. Ужас. Как со мной жена живет, не знаю до сих пор. Вот. И она тоже со мной решила поиграть в гейшу. Там все великолепно. И массажи. И, значит, дела все там. А сколько мне было? Лет 25, наверное. 26. А ей... Ну, лет на 10, наверное, меня старше она была. Может, на 15. Максимум. Не больше. Вот. Все было великолепно. И массаж был великолепен. И кекс, как говорится, вкусный. Вот. Ну, видно было, что барышня не дорабатывает. То есть, ей самой не хватало. То есть, гейша это та, которая хватает все. Но она получает удовольствие от того, чем занимается. А проститутка это та, которой не хватает. И она этого добирает. То есть, проститутке не хватает денег. И она продает секс просто как товар быстренько. Ширпотреб. Купи-продай, да? А гейша, она скорее занимается этим от удовольствия. А то, что ей за это платят приятные деньги, это как бы клево, да. Но... По крайней мере, та, которая меня пикапнула сама, она с меня ни копейки не взяла. Скорее, она в меня вкладывала. Больше. Ну, это без моих просьб. Я никогда альфонсом не был. Вот. Но, тем не менее, я к чему говорю, что... Гейша от проститутки отличается от тем, что та получает действительно истинное наслаждение от того, что обучает, допустим, мужчину или пару. Есть такие, которые и пару обучают. Скажем, вводят их в сексуальную жизнь и участвуют в ней активно. А потом спокойно из нее выходят, оставляя там наедине. То есть, как правило, гейши очень редко привязываются к ученикам своим. То есть, они рады всем. Многие ученики, конечно, грешат, что они привязываются к этим гейшам на самом деле. Но, вот, допустим, в будущем эти гейши, они все равно находят своего Ромео. То есть, находят, как правило, какого мужичка, который о них заботится, пылинки сдувает. То есть, она дарила любовь, и он ей дарит в ответ любовь, в ответ на ее вот это умение. Умение дарить тепло, умение в сексе удивить. Удовлетворить полностью. Потому что, конечно, заниматься этим с гейшей, это, конечно, совсем другой уровень. Потому что они не просто этим живут, они совершенствуются. То есть, одно дело попросить массажик сделать, я не знаю, мужа, да. А другое, когда это сделает профессиональный массажист. Это две разные вещи. Их нельзя сравнивать, потому что массаж от мужа, это больше как интимная ласка, да. А массаж от профессионального массажиста, это как профессиональное ремесло. Которое направлено, допустим, на улучшение кровотоков, да. Вот, и, соответственно, это немножко разное. Поэтому многие, конечно, с гейшами путают обучение сексуальному ремеслу. И привязываются к ним еще и морально. То есть, они путают кислое с пресным, да. Вот, это тоже, конечно, нужно с собой работать. Ну, в идеале, конечно, идеала не существует. Но надо начинать половую жизнь совместно со своими сверстниками. Ну, или на худой конец. Знаешь, какой вариант в твоем случае может быть? Ты можешь найти, что еще сложнее. Но есть такие, я знаю, есть. 27-летнюю или 25-летнюю девственницу. И сказать, у тебя никого не было? У меня тоже. Давай что-нибудь попробуем, потремся. Что-то типа такого. Это тоже, это вообще идеальный вариант. Если его ждать, можно, конечно, и посидеть. Но опять же, если верить в этот исход и искать его, то, может, лет в 35, вы уже отчаявшись, встречите друг друга. Я просто такой человек, что я не жду идеальных обстоятельств. Я стараюсь их создать сам. Пробую, пробую, ошибаюсь, пробую, бьюсь лбом, пробую и снова пробую, пробую, пока не нахожу то, что мне надо. Ну, почему тогда притягиваются такие парни, я никак не встречу своего? Потому что ты его ищешь, Аида, потому что ты его ищешь. А я только что сказал на этом стриме, что надо создавать образ, на который притянутся эти парни. То есть, какой образ создашь, такие парни и притянутся. А ты ищешь не там. Это отдельная тема для разговора. Так что, что если ему парень предложит лишиться девственности? Ну, это уже свобода воли и выбора. Может, он подумает, как этот Павел Воля, по-моему, говорил. Да, с бабами, говорит. Женщины, это вы виноваты, что гей появляется. Типа, почему, почему, говорит. Потому что, говорит, вы начинаете мозг выносить там, вредничать туда-сюда. Да, а мужики, говорит, проще. Они договорятся, давай сегодня ты мне, завтра я тебя. Ну, это в камеди, конечно. Ну, выбор у него такой выпадет. Почему нет? Может, ему понравится. По крайней мере, меня такой выбор не устроил. Меня вот не прельщают худосочные мужские жопы. Да и пышные мужские жопы меня не прельщают. А вот, когда я вижу женщину, это совсем другое. Хвост пистолетом. Да.